Начиная с июля 2022 года, я подробно, последовательно, открыто выступал против вовлечения заключенных в эту войну. Тем более в той форме, в которой все это делалось. Они выгребали тех лиц, которые склонны к агрессии, и им говорили, что нужны их криминальные таланты резать, грабить, убивать. И Пригожин это артикулировал, озвучивал, и в последующем вербовщики. И поэтому в результате вот этого отрицательного отбора большая часть тех лиц, которые были причастны к страшным преступлениям, они нашли возможность продолжать свою преступную деятельность, но уже на территории Украины. Те люди, которые признаны в России политзаключенными, экономические заключенные, те, кто борется за свою невиновность, в большинстве своем отказались от предложений кураторов и вербовщиков и не поехали на эту войну. А соглашались, я не скажу, что все, но большая часть тех, которые видели в этой войне возможность утолить свои какие-то вот эти вот самые низкие потребности. Конечно, кто-то шел, чтобы быстрее к семье вернуться, кто-то из-за денег, кто-то из-за давления, что его там угрожали избить или даже изнасиловать за отказ. Но были и те, кто использовали эту возможность, чтобы получить в руки оружие с тем, чтобы творить это все. И они это делали, на самом деле, без разбора. Им было без разницы, украинцы или россияне. Сегодня ему дают возможность безнаказанно с лицензией для убийства творить зло в отношении украинцев. Его это устраивает. Дальше он возвращается в Россию. Он считает, что если ему повесили по недоразумению, по ошибке ордена, и дальше он может пинком двери открывать кабинеты любых начальников, полицейских, все должны перед ним стелиться. Но это ужасно, потому что российское государство взяло особо опасных преступников, отправило их в военные лагеря подготовки, научило их, если до этого они там убивали при помощи молотка, отвертки, кухонного ножа, то их приучили, научили пользоваться практически всеми видами оружия для среднего и ближнего боя, обращаться с взрывчаткой, с гранатами из них сделали профессиональных киллеров. Это само по себе было расчеловечиванием. То есть вместо того, чтобы тюремная система выполняла свои функции, перевоспитывала людей, исправляла их, она их, наоборот, сделала только хуже. Тем более в той манере, в которой это все происходило, в той форме. У нас есть некоторые записи из этих лагерей подготовки. На них орали, их унижали, по ним самим стреляли из автомата. При них убивали тех, кто не согласен, кто отказывается выполнять преступные приказы, кто пытается каким-то образом вернуться обратно, апеллировать к закону правом человека. С такими лицами они очень быстро расправлялись. Более того, там были широко распространены до сих пор физические вот эти экзекуции, отрезания каких-то конечностей пальцев в качестве одного из наказаний. И этому много свидетельств. Но как после этого всего можно вернуться и вдруг стать лучшей и тем самым каким-то бумажным книжным сказочным героем? Это люди глубоко травмированные, и государство им стерло ластиком грань, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому какая-то часть из них возвращается и с помощью семей социализируется и адаптируется. А какая-то часть нет. Они продолжают совершать то, что они совершали и до тюрьмы, и то, что совершали в отношении мирного населения на оккупированных территориях. И это тоже очень много свидетельств, этим страшным преступлением. Поэтому это все возвращается в бумеранг. Хотят, это в россияне или нет, за бездействие, за то, что они закрывали на это глаза и игровали наши сигналы, предупреждения. Мы били во все колокола, начиная с июля 2022 года. Все это приходит в бумеранг. Конечно же, пропаганда работает. Конечно же, пропаганда каждый раз пытается сказать, что в данном случае это какое-то исключение. Но с учетом того, что этих исключений теперь уже практически в каждом регионе, можно считать и на правой, и на левой руке, по пальцам всех этих ЧП, это не исключение, это система. И она возвращается. И государство не готово к тому, чтобы их каким-то образом ресоциализировать и адаптировать. Максимум, что они могут сделать, могут их поймать, посадить в тюрьму и опять им предложить поехать, отправиться на фронт. Это конвейер смерти, но при этом нужно здесь сказать, что большая часть оперативников, следователей, прокуроров и судей, они демотивированы. То есть, если раньше для них была принципиально важна борьба с преступностью, то теперь какой оперативник или следователь будет задерживать какого-то особо опасного преступника, если он понимает, что через полгода он обратно вернется и сможет отомстить и ему, а если этого оперативника в живых не будет, его жене и его детям отыграться на них и надругаться. Поэтому сейчас очень многие те, кто работают в следственной судебной системе в России, они просто демотивированы. Ну а какой толк, какой смысл? Многие из них столкнутся с тем, с чем столкнулись жители оккупированных территорий. Когда уголовники с оружием в руках, в форме считают, что они теперь вот такая вот новая власть. Они слушают Путина. Путин же говорит, что они новая элита. Они не понимают, что для того, чтобы называться элитой, нужно получить хорошее образование, нужно очень многое работать, нужно созидать что-то и делать полезное. Нет. Им сказали, что вы герои просто потому, что вот вы согласились убивать ни в чем не повинных людей на их собственно территории в чужой стране. И вот теперь вам все эти медали. Это, конечно же, обнуление, это деморализация внутри армии российской. Огромное количество военных не просто демотивированы, а просто шокированы. Раньше была какая-то иерархия, был смысл куда-то стремиться, какие-то награды. А теперь что? Получить те же самые медальки, которые бряцают у бандитов на лацканах, чтобы быть с ними одной крови? У насильников, у бандитов, да. Нет, нет. То, что сделал Путин в целом, он заложил такую бомбу замедленного действия под Россию. И она будет разрываться, то тут, то там, унося жизни ни в чем не повинных людей. Но это последствия как раз пассивного гражданского поведения, когда все соглашались, ну окей, хорошо, пусть отправят их, но не меня или моего сына, или моего племянника и так далее. Но пленку-то они не проматывали, но вот теперь они возвращаются. Первое, мы действительно смогли получить и от наших источников в ЧВК «Вагнер» и вовсе Евгения Пригожина огромный объем, огромный массив материалов. Это и документация из офиса компании «Европолис», которая показывает, как начиная с 2017 года Евгений Пригожин представлял российскую сторону и заключал контракты с правительством Сирии, с министром обороны, с министром нефти и газа, с премьер-министром Сирийской республики. И где у них изначально ставились цели освобождения определенных территорий, или скажем так, захват и дележ тех природных ресурсов, нефти и газа, которые там располагались. То есть по этой части мы прекрасно понимаем, как выстраивались контракты на сотни миллионов долларов между Путиным, его представителем Пригожиным, который еще раз подчеркну. У нас есть в контрактах написано «сторона Сирии» и там все правительство, все высшее руководство правительства Башира Асада. А с другой стороны полностью Пригожин, российская сторона и его компания. То есть здесь первое. У нас есть доказательства, которые показывают, что Евгений Пригожин был наместником, представителем Владимира Путина и Российской Федерации. Это не частная лавочка, частная компания, которая приехала работать. Первое. Второе. У нас достаточно большой объем информации мы выкупили от людей из Судана, которые нам привезли и журналы кадровика, и журналы оперативника, и разоблачение, и анонимизация сотен боевиков ЧВК «Вагнер», и в списке более 100 список автомобилей, бронемашин и бронетранспортеров и танков, которые находились в тот момент у ЧВК «Вагнер», и которые ни Европолис, ни другие компании Пригожина у Минобороны не выкупали официально. А это означает, что именно Министерство обороны Российской Федерации все это дело спонсировало и поддерживало. Они были такими прокси от Министерства обороны. Помимо этого, очень большой материал собран по военным преступлениям и в Судане, и в Малии, и в Сирии. Есть собранные показания, свидетельства. Но дальше мы просто приняли решение с нашими коллегами все это передать, с одной стороны, в офис Генерального прокурора Украины для проведения расследования, а с другой стороны, тем, кто уполномочен на международном уровне проводить расследование. Почему не стали публиковать все в полном объеме? Потому что помимо тех ордеров, которые выдаются публично, существует еще большое количество ордеров на арест, на задержание, которые существуют не публично. Если мы сейчас в полном объеме огласим все списки участников этой террористической организации, сообщников Пригожина, то мы тем самым затрудним работу международного расследования и их задержание ареста. А работа в этом направлении ведется. Несколько разных юрисдикций очень плотно, очень серьезно в этом направлении работают. Буквально полтора месяца назад я в ГАГу отправил, в камеру не влезет, огромную коробку, более чем 500 листов материалов эксклюзивных, в том числе с подписями и Евгения Пригожина и его окружения. То есть по этой части мы отработали и пока приняли такое решение. Пока видим, что нецелесообразно это публиковать, потому что эффекта это не даст. А нам нужно, чтобы расследование было проведено и чтобы все сообщники стали перед судом. Это первая часть. И вторая часть по поводу того, что было у Евгения Пригожина в качестве вот этого козыря в рукаве, которым он в какое-то время, наверное, держал в страхе Путина, и это его несколько месяцев спасало ему жизнь. Его человек, его правая рука, пиар-менеджер, который руководил и фабрикой троллей, и компанией по раскрутке ЧВК «Вагнер», и по раскрутке вот этой темы с вооруженным мятежом, Илья Горбунов не так давно задержан сотрудниками ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, помещен в один из питерских следственных изоляторов, и в отношении него сейчас проводится оперативная разработка. Из него выдавливают вот те самые секреты, где находится вот этот план «Б». Почему Горбунов с командой, по сути дела, кинули Пригожина, и после его смерти не поступили так, как ему обещали? Ну, очевидно, что они поняли, что у Пригожина была позиция, что вот если со мной что-то произойдет в случае задержания, ареста или покушения, публикуйте все без вот этих, да? Но в тот момент была широкая поддержка у Пригожина. В тот момент была возможность распространения этого вооруженного мятежа. Или там рецидива в августе. Почему это не сделал Горбунов? Ну, наверное, пытался каким-то образом разменяться. Что-то себе выторговать. Какую-то безопасность. Прекрасно понимаешь, что Пригожин уже в прямом и в переносном смысле сбитый, в кавычках возьмем, там, летчик вместе с Уткиным. И ради него идти ва-банк и уже там сжигать все мосты и становиться прямым оппонентом Путина. Ну, конечно же, кишка тонка у Горбунова и у тех, кому так сильно верил Пригожин и с кем щедро делился тем, что он наживал на крови и в Украине, и в Сирии, и в других африканских странах. Поэтому сейчас, насколько мне известно, с одной стороны, ФСБ работает в отношении Горбунова, с другой стороны, к нему очень много вопросов о собственной безопасности ВСИН, тюремной системы, которые хотят узнать, как получалось так, что их сотрудники переходили на службу к Евгению Пригожину, уносили с собой методички, секретные материалы, полиграфы и наполняли его службу безопасности и так далее. Ну, это не, скажем так, человек, который отвечал за пиар, а мы с вами понимаем, что общественное мнение СМИ сегодня имеет ключевое значение для любых политиков и для любых олигархов, тех, кто так или иначе пытается влиять на власть. В данном случае Пригожин не на Путина собирал какой-то компромат. Единственный его компромат, который ему был доступен и публикацию которого опасается до сих пор Путин, это публикация тех материалов, которые прямо будут указывать на то, что Евгений Пригожин регулярно встречался с Владимиром Путиным, получал от него прямые указания по деятельности ЧВК Вагнер и по поводу той жести, которую они творили и в Сирии, и в Украине. Он очень сильно опасается, Путин, того, что международное расследование увяжет ЧВК Вагнер совместно с Владимиром Путиным и предъявит ему обвинение за военные преступления, преступления против человечности, которые, ну, очевидно, всем уже ЧВК Вагнер совершала под Бахмутом, в той так называемой бахмутской мясорубке, где погибло более 20 тысяч россиян-украинцев. Поэтому в данном случае все, чего хочет Путин, это гарантия, что все эти материалы не всплывут. Не всплывут тайные записи, которые Пригожин делал во время встречи с Путиным, что не будет установлена вот эта прямая связь между мясником и диктатором. Вот чего он опасается. Не того, что там Пригожин расскажет, что все это неправда, что там нет националистов и так далее. Все это все уже понимают. Это уже как раз не является военной тайной. Тайной было то, что Пригожин и Ковальчуки именно по указанию Владимира Путина создавали эту прокси. И для того, чтобы влиять за границей, для того, чтобы в целом в ряде стран менять неугодных правителей на угодных, ставить своих банановых диктаторов, прибирать к рукам золото, алмазы, редкоземельные металлы и так далее, и так далее. Вот этого он опасается и боится. Именно поэтому здесь важно сказать, что помимо СИН и помимо ФСБ, вот этим Горбуновым сейчас в Питерском СИЗО занимается оперативное управление ФСО. И как раз они стоят за кадром, и они хотят... Их не волнует расследование уголовного дела, кто у кого какие деньги вымогал, за что сидит Горбунов. Их интересует только съем информации в полном объеме. Как все-таки я понимаю, и Пригожин был похитрее, понимал, выстраивал какую-то многоходовую комбинацию, и Горбунов тоже, наверное, понимал, что находится у него в руках. Я думаю, что Горбунов не единственный обладатель вот этого всего. Поэтому смогут ли они настигнуть в разных точках мира? Несколько людей из вот этой команды, они успешно уехали из России. Кто-то из них в Дубае разъезжает на красной Феррари, кто-то в других юрисдикциях уже под подложными документами пытается легализоваться. Но еще раз, их списки у нас есть. Я думаю, что это вопрос времени. В этом или в следующем году мы увидим пресс-релизы международных организаций, институтов уголовного преследования, прокуратуры и федеральных каких-то ведомств, которые будут объявлять о задержании тех или иных сообщников Пригожина, Уткина и Путина. Это все одна мафия. Связано это с вот такими вот большими выпученными глазами Путина в ночь с 23 на 24 июня прошлого года. Он в первый раз за десятилетия нахождения у власти понял, что его могут физически снести. Рейтинг его мыльный пузырь. И никто ни в каких там деревнях, селах, городах не выходит перекрывать трассы и защитить Путина и Москву от вот этого вооруженного мятежа. И его аналитики в ФСО ему докладывают и говорят. Достаточно просто посмотреть то сообщение, то обращение, которое он записывал к вагнеровцам с тем, чтобы их притормозить и остановить. Там и голос дрожал, и он себя там вместе со всеми остальными согражданами России сравнивал, там ставил. То есть до этого он всегда выстраивал какую-то такую религию, где он как божество, а под ним все остальные. Но это всегда он это делал, такой солнцеликий. А в данном случае, обращаясь к ним, он попытался максимально сократить дистанцию и сказать, что все они там одной крови, все они одна команда и так далее. Но, кстати говоря, это на них подействовало, и они ему поверили. Но точно так же, как Евгений Пригожин их обманул, и Путин их в последующем обманул, разогнал, распределил между другими. А основных лидеров главарей казнил внесудебно 23 августа, ровно два месяца спустя после начала мятежа. Так вот, для чего он такое количество лояльных ему людей сегодня двигает в Министерство обороны? Он опасается, не только он, и ФСУ опасаются повторения бунта, но уже в рамках Вооруженных сил Российской Федерации. Они прекрасно понимают, что те, кого отправляли в бой еще там, начиная там с февраля 22-го года, из тех, кто выжили, они прекрасно понимают, что им тогда врали. Что все уже совсем по-другому. Что с чего начиналась так называемая там путинская СВО, а по сути дела масштабная война, все это было враньем и ложью. И никто уже не озвучивает никаких тех тезисов, которыми их заманивали, убеждали, мотивировали. И очень много предательств, очень много погибших российских военных. И вот это вот такое боевое братство, оно в определенный момент, конечно, может сработать. И сработает наверняка, я уверен, если война раньше не прекратится. И в какой-то момент возможен рецидив. Только рецидив не ЧВК Вагнера, ни одного прокси-подразделения, которое смогли блокировать, оккупировать. А в какой-то определенный момент может пойти сначала такой тоненький ручеек в виде каких-то батальонов или полков. А потом может начаться стихийная лавина, когда они будут оставлять свои позиции и будут выстраиваться в гигантскую колонну, даже не в колонны, а в колонны, которые с разных сторон через Ростовскую область, через другие прилегающие к Украине регионы начнут входить. И тогда уже, конечно, никакие там ГИБДДшники, ФСБшники, Синовцы, Росгвардейцы их не остановят. Регулярную армию остановить невозможно, когда она пойдет на Москву. Так вот он и поэтому и пытается сейчас сделать очень быстро ротацию. Почему происходит? Буквально там вчера 235-й гарнизонный суд взял под стражу одного из командиров бригады, которая в Буче совершала преступление. Там поформально, по обвинению, по мошенничеству. За месяц до этого бывшего командующего 58-й армии, генерал-майора Попова, взяли тоже под стражу, тоже по обвинению в какой-то там экономике. Ну, то есть все это за уши притянули. Почему они начинают командиров, боевых командиров, которые находятся там, в зоне боевых действий, задерживать и арестовать? Тех, у которых есть под ружьем тысячи боеспособных солдат. Потому что они боятся, что вот эти настроения, ну, по сути дела, если хотите, антивоенные, они переродятся в вооруженный мятеж. Поэтому Путин очень хочется, чтобы на разных позициях были лояльны к доску ему новые люди в Министерстве обороны. Ну, плюс ко всему подспудно, а его окружение, окружение его, Катерины вот этой вот, третьей Катерины, или там первой, оно просто хочет нажиться на этом, потому что это очень удобно. Не нужно никаких нанотехнологий, даже как у Чубайса. Просто берешь государственные контракты и пилишь там денежные средства. Команда Шойгу им это наглядно показала, как это можно сделать. Конечно, красть будут раза в два, в три меньше, чем клан Шойгу, потому что те крали безмерно. Но, тем не менее, и этого будет им хватать, потому что речь идет о многих миллиардах рублей. Во-первых, нужно отметить, что их любовники и мужья не воюют, конечно же, не принимают участие в войне, на передовую их никто не отправляет. И мужья, подружек, путинских дочерей тоже не воюют. Они считают себя элитой, знатью их волнует. Сидят ли они в лонгированных лимузинах и седанах представительского класса на перфорированной коже с вентиляцией, с подогревами? Вот это их заботит. Вертолеты заботят. Как вкусно покушать, как отдохнуть. Воевать они сами не хотят. Воевать они прекрасно понимают, что у них закредитованное нищее население. Достаточно им просто объявить в пять раз большую зарплату, чем у станка на заводе. И вот, пожалуйста, туда образуется очередь, потому что закредитованный нищий мужик нарисует себе... Ну, это очередной такой МММ. Только в МММ, в Хапрея и так далее они забирали в 90-х деньги и ваучеры с тем, чтобы в руках оказались все предприятия России. А сейчас они забирают человеческие жизни. Но действует это приблизительно одинаково. Мощная реклама, промоушен, завлечение и так далее. Но, в принципе, сейчас уже выбрали тех, кто был закредитован. Большую часть из них уже отправили туда. Ну вот из семьи от кого больше всего Путин сейчас зависит? Из своих родственников? Или родных, если брать там Кабаева, ну, близких людей, каких-то еще... Я бы не сказал, что он от кого-то зависим. Он зависим от своих фобий, от страхов, которые у него в голове. Другой вопрос, что его окружение прекрасно знает, как на его амбиции, чрезмерном тщеславии и страхах играть. Как можно испортить настроение диктатору, а как можно, наоборот, подыграть и получить его благосклонность. Те люди, которые ему говорили правду в лицо, их уже многие годы в окружении Путина нет. Есть достаточно большое количество циников и лицемеров, которые ему говорят удобные вещи и получают от него удобные решения для того, чтобы их клан становился еще могущественнее, еще богаче. Ни о народе, ни о людях, ни о государстве, они не думают, даже о своих, не говоря уже про Украину или про какие-то другие страны. Это сборище таких циников, лицемеров, олигархов, потерявших совести берега персонажей. Наверное, по большому счету, те, кто причастны к этой системе в России, их надо в первую очередь даже будет не в тюрьму отправлять, о многих на психиатрическое обследование, на предмет того, насколько у них там с манией все хорошо, насколько они отдают отчет в своих событиях, в своих действиях. Но здесь, конечно, они пытаются запугать. Конечно, у Дмитрия сильная проукраинская, антипутинская позиция. Он никаких углов не срезает, не пытается быть и вашим, и нашим. Но, скажем так, в ту сторону, в которую жизнь бросила Арестович, он никогда не пойдет, пока жив, да, то есть как бы, хотя уже, в принципе, слово, там, фамилия Арестович, можно, как имя нарицательное уже становится, там, с определенным рядом поступков. Ну, то есть, в общем, все понятно, они будут запугивать тех, кто поддерживает Украину, и кто пользуется влиянием в России. А у Дмитрия, безусловно, огромная аудитория в России, которая к нему относится с огромным уважением, кто смотрит его интервью, для кого в гостях у Гордона наравне с Юрием Дудем, а может быть, важнее, чем Дудь для какой-то аудитории эти большие интервью его, которые уже больше десяти лет публикуются в интернете. Поэтому, в общем, ну, Путин пытается таким образом всех лидеров общественного мнения, всех миллионников запугать, задавить и так далее. Но мне кажется, что на Дмитрия эта история никаким образом не повлияет, кроме того, что еще, возможно, там угля в топку его энергии там подбросит. Но это говорит о том, что нету предела российскому беспределу сегодня. Говорит о том, что это уже не суд о судилище, что они издеваются. Человек, который никогда в жизни, там, последние годы, мы говорим про военные годы, не находился по понятным причинам на территории Российской Федерации, который де-факто на территории Российской Федерации не мог совершить ничего, значит, они его приговаривают к тому, что человек в Ютубе, в интернете говорит то, что считает важным на территории другого государства. Но здесь, в данном случае, они пытаются так напыжиться и сказать, что вот их уголовный кодекс, их юрисдикция теперь распространяется и на весь остальной мир. Но еще раз говорю, это вот одна из маний величия Путина и тех, кто ему потакает, соглашается, не спорит и так далее. Но обнулили следственно-судебную систему. Добьются, наверное, того, что в целом их из всех международных организаций поисключают за подобное и на этом все закончится. Я думаю, что эти решения не за горами, потому что каким образом Интерпол или международные институты правовые могут взаимодействовать с теми, кто журналистов за их мнение в интернете приговаривает к 14 годам, ну, очередная такая вот еще одна ступенька в ад следственно-судебной системы России, которая приведет к тому, что ее полностью нужно будет под корень сносить и строить новое, а не напильником что-то ремонтировать Судя по всему, Путин тоже заинтересован как раз сегодня в остановке огня в перемирии. Почему? Потому что ситуация не очень, надо собраться силами для того, чтобы собравшись силами опять напасть и уже попытаться максимально сильным все равно завоевать Украину. То есть мы понимаем, что для него война это пока он есть, пока он будет хотеть завоевать Украину. Вот скажите, как что вы об этом думаете? Кому и что нужно и выгодно, и кто к чему будет идти? Вот если такой, знаете, ну, не важно немножко, да, направление, но тем не менее, вы же смотрите, вы анализируете. Это то, о чем я как раз переживаю. Как будут развиваться страны, да. Одним из американцев у нас такой дискуссия, дебаты были на эту тему. Ну, первое, да, Орбан слетал и поговорил с Трампом. После Трампа Орбан слетал, повстречался, поговорил с господином Зеленским. Сейчас он полетел к Путину. То есть он пытается со всеми переговорить, выяснить, кто на что готов пойти, с тем, чтобы, ну, то есть, конечно же, все устали от войны. И Трампу хочется прекратить всю эту историю, безусловно. И Путину тоже хочется прекратить. Вопрос лишь, вы вот правильно задали вопрос, на каких условиях. Потому что, когда я слышу, как трамписты рассказывают, это такой хитрый план, значит, все будет хорошо, Трамп сейчас изберется. И у меня буквально вчера с убежденным трампистом, с очень хорошим человеком, с очень хорошим доктором, была дискуссия, в которой человек вполне икренне и убежденно говорил о том, что он, такие как он, они верят, что Трамп будет сильнее, чем Байден, Трамп сильнее поможет Украине, на что я, конечно же, смотрел абсолютно скептически, потому что я прекрасно понимаю, что Трамп это человек, который постарается договориться с Путиным. А Путин не уступит ни при каких обстоятельствах, например, не допустит, пока он жив, возвращение Крыма к Украине. Точно так же, как уже два региона, как минимум, Украины, Луганскую и Донецкую область, они в Конституции прописали, там обосновались и так далее. Поэтому представить, что Трамп вдруг скажет какие-то три волшебных слова, там, Володя, пожалуйста, и Путин скажет, ну, конечно, вот меня в первый раз в жизни там слово, пожалуйста, не волшебное сказали, конечно, они возвращаются, и мы все, ну, конечно, он этого не допустит. И мне думается, что здесь идет талантливая игра господина Трампа перед выборами с тем, чтобы не занять вдруг случайно позицию будущего, там, коллеги, друга, единомышленника Владимира Путина по этой, по всей истории. Вот. Для него лучше сказать, что он не поддерживает аннексию, оккупацию, есть план, вот, он такой гениальный, что все будет там в течение двух месяцев до января война прекратится. Я вижу риски, что единственное ситуация, если Трамп, опять же, в слове «если», если Дональд Трамп действительно возвращается в Белый дом в качестве вновь избранного президента Соединенных Штатов, есть большой риск того, что он может оказывать давление на Украину и на господина Зеленского, угрожая там полным прекращением поддержки, и попытается посадить Владимира Зеленского за стол в переговорах с тем, чтобы принять какие-то частичные условия Путина. Безусловно, он и Путина, конечно, попросит где-то подвинуться, но я вижу в этом большие риски, что Украине будут предлагать отказаться от каких-то частей территорий с какой-то отсрочкой на 10-20-30 лет, с последующим когда-то референдумом, но у Путина это одним из его пунктов, задач, которые он пытается выполнить, является разоружение Украины. А вот в данном случае мы понимаем прекрасно с вами, что даже, то есть, конечно, даже мыслить об этом серьезно не хочется и допускать эту мысль, но если гипотетически представить план вот этого, сумасшедший план, что вдруг какой-то политик или политики на это соглашаются, мы же прекрасно понимаем, что они заберут часть, но если не будет армия, а будет просто полиция и тюремная служба, то через полгода или год армия двинется и никакие полицейские с пистолетами в кармане не остановят регулярную российскую армию, и тогда вся территория будет уже бескровно захвачена маршеброском, и на этом все полностью закончится, Украина, как независимое демократичное государство перестанет существовать, просто будет расширение ГУЛАГа 21 века со всеми пыточными, а все не согласны, их будет много, они поедут все в Столыпинах, в Сибирь и так далее. Здесь не должно быть никаких иллюзий, что Путин придет, заключит какое-то соглашение и все будет как-то лайтово. Вся история с разоружением Украины будет связана просто с потерей государственности, самого государства украинца. Но давайте посмотрим правде в глаза. Ситуация такова. На Западе Украину поддерживают демократично избранные политики, которые приходят на 3-4-5 лет на свой пост и потом уходят. А некоторые уходят и досрочно, как господин Сунак в Великобритании, который с себя сейчас сегодня слагает полномочия из-за того, что его партия, полномочия премьер-министра в Великобритании, потому что его партия потерпела поражение на парламентских выборах. То есть все то, что казалось вчера чем-то стабильным, то, что может поддерживать Украину, мы видим, как обновляется карта в Великобритании, как меняется Борис Джонсон, потом господин Сунак, сейчас непонятно, кто будет. В Соединенных Штатах ситуация достаточно ясная и понятная, к сожалению, по картине происходящего всем риском того, что более 60% риск того, что именно Дональд Трамп станет президентом со всеми вытекающими. Во Франции внеочередные экстренные, малопонятные кому по причинам выборы с риском того, что ультраправая партия придет к власти, которая исторически на протяжении долгого периода времени была так или иначе связана с Путиным, с Россией, и там целая череда была скандалов про российское финансирование и так далее. То есть, с одной стороны, демократично избираемые политики, которые в порядке ротации меняются, и когда с них слагаются эти полномочия, они завтра возвращаются в свои таунхаусы и квартиры, на электровелосипеды, к своей обычной работе. Ну, так работает демократичный западный мир. А с той стороны, мультимиллиардер, Путин сегодня один из самых богатых, если не самый богатый человек мира, который уже четверть века управляет гигантской территорией с ядерным оружием, поэтому одно дело похлопывать по плечу президента Зеленского и говорить, что мы за все хорошее, против всего плохого, и мы все поддерживаем ваше стремление к демократии. А потом проходит буквально две недели, человек с себя слагает полномочия, пишет последнее электронное письмо коллеге Зеленскому и после этого превращается в, не знаю там, ученого, предпринимателя, какого-то функционера где-то. Ну, абсолютно как бы отстраняется, говорит, ну, а дальше уже не я, дальше уже приходит совсем другая партия, а у них теперь другие виды. И это, к сожалению, происходит сейчас в целом ряде стран, в тех стран, которые очень мощно поддерживали Украину. А по-другому и нельзя. Ну, просто если мы в какой-то момент такие, как я и такие, как вы, мы опустим руки и пойдем на поводу у каких-то политиков, которые в это играют, но не рискуют своими жизнями, а просто озвучивают что-то, что откликается их электорату или соответствует их внутренним убеждениям, но в рамках вот тех полномочий, регламентов и сроков, если мы опустим руки, конечно, все рухнет. И здесь никакого исключения нету и Гордона, и Осечкина, и всех остальных, кто пытается противостоять Путину, он будет в любом случае настигать и уничтожать по одному. Если в какой-то момент мы перестанем друг друга поддерживать и выступать единым фронтом за демократию и против этого тоталитарного режима. И здесь как раз, наверное, на фоне вот этой вот международной нестабильности тем важнее становится роль каждого журналиста, правозащитника, активиста, тех, кто сейчас по всем фронтам на своем уровне пытается противодействовать путинскому режиму. Ну, а политики, ну, политики, Володя, спасибо вам большое за беседу, как всегда. Самые добрые пожелания мирного неба над головой, скорейшего восстановления целостности Украины и сил всем тем, кто с оружием в руках борется сейчас за независимость Украины, за светлое демократичное будущее и кто хочет защитить, уберечь украинцев и украинах от гулага 21 века и всего того, что сейчас происходит в России.